Девушки отдыхают Он добровольно пошел папку Еще немного и год Мы пишем письма военному Для поддержки их духа Мне кажется, что письма солдатам Будет как минимум приятно читать Потому что они понимают, что их поддерживают Их ждут И они воюют не просто так Мне папа с мамой купили нитки И я начала плести Пила уже 10 браслетов Мне нравится помогать Мне нравится думать о бальцах И когда я об этом думаю Браслет получается еще ровнее Ребята плетут браслеты выживания Это 5 метров веревки Сложенные компактно И которые всегда у бойца У наших защитников под рукой И в случае необходимости Дернув всего лишь за одну петельку Они могут получить в руках готовые 5 метров веревки И использовать их при необходимости Ну как пояснили Они их используют и в бытовых нуждах Это подвесить белье Закрепить тент Ну так же бывает и связать пленных Моя история началась с того Что мой супруг С самых первых дней Ушел на фронт Еще до мобилизации Я в этот момент ждала ребеночка Родила без мужа Он был на фронте в этот момент И когда уже во вторую командировку Супруг поехал Оказалось, что еще нужно докупить Многие технические средства Которые необходимы были Для эффективного исполнения боевых задач И тогда появилась идея Бросить клич о помощи Чтобы люди сплотились И помогли нашим ребятам Так родилось наше народное гуманитарное движение Ребята попросили маскировочную сеть Нашла объявление Сеть была 12 на 18 метров И стоила она 30 тысяч рублей Тогда для нас это были вообще Ну не подъемные деньги Потому что сборы очень тяжело шли И я стала с молодым человеком Кто продавал торговаться Когда он узнал, что сеть Должна уйти на фронт У него, конечно, было очень тяжелое Материальное положение Но он уступил нам И отдал нам ее за 24 тысячи Моя Наталья, мой заместитель Сказала мне Жень, ну неужели мы будем каждый раз Вот так вот мучиться Покупать маскировочные сети Давай их изготавливать В прошлом мы учителя Мы пенсионеры В общем, в основном из одной школы Когда у нас У одной из наших учителей Призвали сына Мы решили, почему бы не помочь И если нас приходит, скажем, 10 человек То мы за один день Вот сторону Можем обязательно выполнить Вот эту половину Четырехметровую А даже иногда больше успеваем Каждый здравомышлячий человек Должен помочь Без этого никак нельзя Потому что Ну, наши внуки Считаешь, что наши внуки Ну, молодежь же должна жить Мы сейчас с вами пишем историю Победа будет Но какой ценой она будет Поэтому, чтобы у нас Было меньше потерь Нам сейчас всем необходимо Встать единой стеной Помогать, помогать, помогать Субтитры создавал DimaTorzok После событий в августе В Курской области Когда враг вторгся на нашу территорию Многие мирные жители Были эвакуированы с зоны боевых действий Большинство из них Эвакуировано было непосредственно в Курск Эти люди нуждаются во всем И в жилье, и в питании, и в одежде И медицинской помощи Девять раз наши машины с гуманитарной помощью Доставляли эту помощь Готовится десятая отправка Редактор субтитров А.Семкин Братишка на звание Это медбрат, который подползает к раненому Для того, чтобы его эвакуировать Очень часто же на войне их так зовут Братишка, сестра, братишка Это вот братишка То есть мы сейчас Проходим ряд испытаний с Министерством обороны Несколько крупных фондов у нас тоже Запросили братишку на испытания Приглашают приехать Проблема в том, что у нас просто пока не хватает Денег сделать большое количество братишек Которые можно было бы Отдать на испытания Потому что чаще всего еще просят эти испытания провести В реальных боевых условиях Но это означает, что мы уже Беспилотник обратно не получим Конечно, для нас это большие затраты Потому что мы работаем исключительно на свои собственные деньги Мы уже вложили Я сейчас даже, не знаю, мы не считали Но уже свыше 50 миллионов, наверное, мы вложили в разработку Пока мы делаем штучно Наше производство готово к выпуску Порядка 40-50 моделей в месяц То есть если поступит заказ с предоплатой То мы готовы выпускать по 40-50 И если будет задача выпускать больше То мы в течение нескольких месяцев Готовы расширить наши производственные возможности И выпускать уже больше А сейчас у нас находится в разработке Несколько, как говорится, модификаций Это братишка непосредственно С которого все начиналось Его младший брат Мы его так и называем младший Это диверсионно-разведательный беспилотник Он быстрый Скорость его до 25-30 км в час Его задача, значит, либо подъехать и что-то посмотреть Провести какую-то разведку Либо подвести взрывчатку Причем у него есть такой кузовок Туда можно положить две противотанковые мины Он может подъехать, например, под танк И сбросить, если у него есть такая возможность Сбросить мину прямо под танк И быстренько ретироваться Следующая разработка – это старшая То есть мы делаем старшую модель Она будет больше, более грузоподъемной Больше иметь размер На ней можно будет перевозить груз большего веса Можно монтировать более серьезное вооружение Вот пока у нас идут в этом направлении разработки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Началось сначала все с одной сушилки Ее оказалось мало Купила вторую сушилку Потом познакомилась с такими шикарными ребятами Это наш фонд «За мирное небо» Вот эта кастрюля у меня Борщ и рассольник Картофельное пюре Овощное рагу и домашняя лапша Это кастрюля для гречки, риса И сейчас мы месяц назад ввели новое блюдо Щи из квашеной капусты Это наше новшество Я дала его попробовать Сесть сначала в нашей дружной семье Всем понравилось И теперь мы готовим для ребят Так, вот как выглядит у нас борщ Вот видите, он с майонезом И обязательно порция сухариков Ну, как кусочек хлеба, будем так говорить К супчику Некоторые без соли же вообще едят Поэтому соль, перец Обязательно мы кладем в каждый пакетик внутрь Готовый продукт заливается кипятком На 15-20 минут У нас на каждой наклеечке это написано Вот готовы уже 580 порций Супов каш Отдельно сухари в ведрах У нас в каждой коробочке Помимо наших супов Чай Носочки вязанные обязательно С какой-нибудь конфеткой И письмом от ребенка Молитвенечки для мусульман И для христиан Вот так мы наполняем нашу коробочку Сейчас у нас объемы увеличиваются Потому что девочки присоединяются Вот у нас Татьяна к нам совсем недавно присоединилась Чтобы помогать, вакуумировать В каждом пакетике Это слезы, это вера в победу, наверное Это желание скорейшего возвращения ребят домой Поэтому это, я думаю, бесценный продукт Вот это у нас осенний сеть Здесь преимущественно цвета зеленый полотный С коричневым и сухая листва А вот эта вот сеть Это как раз снег Грязный снег в перемешку с белым Вот эти сердечки Мы обязательно кладем в маскировочную сеть Кроме этого, туда же кладется Жизненная банка из-под чая, кофе Туда кладутся конфеты И чай домашний, который мы сами делаем В руках находится общая гуманитарная помощь, которую приносят наши нервнодушные жители Мы их, конечно, благодарим Это нет слов Просто зубные щетки, зубные пасты, мочалки, влажные салфетки Здесь печенье, крупы, сигареты Шьем Для наших бойцов это и в госпитале И на передовую непосредственно Сейчас вот здесь встроены трусы Раньше мы отправляли божество в госпиталь А сейчас и бойцы тоже трусят Мы недавно начали помогать детскому дому в городе Шахтерский, ДНР И они нам в подарок, о том, что вот мы отправляли, получается, в сентябре где-то Они прислали нам вот эти работы Мы их повесили на стену И кроме этого еще икону Это тоже дети из Шахтерской делали Так, ну, на данном столе у нас идет комплектация аптечек Маруся В эвакуационный комплект у нас сходит под сумок Эвакуационная стропа Носилки из двух видов Или сетчатые, или тканевые Обязательно молитва И письмо о детей, подростках Или наших жителей И саперная кошка Также туда закладывается У нашей аптечки Маруся основная цель была не только удешевить продукцию Которая будет передаваться безвозмездно ребятам Но еще и закрыть логистику То есть мальчишка получает данную аптечку Ее разгружает в первый эшелон Допустим, то, что он считает необходимым Жгут, перевяженный пакет или обезболивающий препарат В самом подсумке он оставляет, что считает нужным в аптечку второго эшелона А остальное он просто выкладывает или отдает своему медику Если не знает, как пользоваться теми иными препаратами Или просто необходимости в этих препаратах нет Или же оставляет в своем рюкзаке В месте расположения Обратная связь идет, ребята благодарят Благодарят волонтеров И на самом деле весь труд, который вкладывается И вот это ведется в этом проекте Это все не зря Необходимость в оборудовании, да, есть швейным оборудованием Потому что у нас очень много надобниц Женщины, которые так или иначе не могут, допустим, приехать В силу обстоятельств физических Районы подключаются к нам Допустим, Апатский район Там вроде с машинками все решили Вот Бугульма, допустим, просит Но пока у нас нет возможности Закупить швейные машинки, которые необходимы Объявляем обычно мы как сбор, допустим, на ту же ткань Вот, ребята, кто-то скидывает А вообще в целом мы говорим так Что приходите к нам в штаб Кто умеет или имеет желание работать Что-то создать Помочь фронту Они всегда востребованы Мы являемся операторами программы передачи оружия военнослужащим от охотников Программа работает уже с августа месяца За это время приехало 25 воинских частей И получили более 300 оружий Хотим выразить слова благодарности Благодарительному фонду За мирное небо, за помощь И содействие в предоставлении нам охотничьих ружьев Ружья очень хорошо себя зарекомендовали в бою Спасли не один десяток жизни Спасибо, победа будет за нами Но этого катастрофически не хватает Поэтому я призываю всех граждан нашей республики Отозваться на призыв И принять участие в передаче Своего гражданского охотничьего оружия Нашим бойцам, нашим защитникам Огромная просьба еще Если есть возможность Приносить и передавать Многозарядные оружия Такие как Сайга Эмарки Что позволяет выполнять задачи И сберегать жизнь нашим защитникам Значительно лучше Это штурмовая Видеоприцел Который позволяет вкратце Штурмовикам стрелять по-сомалийски Но прицельным способом Потому что сейчас В зоне СВО Все штурмовики стреляют Вот так вот Наугад Но это трата патронов А с моим видеоприцелом Вы выставляете оружие за угол Видите на нашлемном мониторе И можете прицельно Устранить противника Данное изделие Вообще аналогов не имеет Потому что Если в случае с автоматом Там перегрев есть Но он не такой интенсивный В случае стрельбы из пулемета Где длинные очереди Очень сильный перегрев И невозможно добить Нет такого материала Который он выдерживал бы Мы сделали ее самоохлаждающейся То есть во время выстрела Она сама же охлаждается За счет прососа Свежего воздуха Холодного Между банкой и чехлом Благодаря этому Банка Неограниченного Так скажем Действия Можно стрелять Любыми очередями Беспилотник самолетного типа То есть мы уже два года Это делаем Уже оборудование работает на фронте Сделано более 100 бортов Позиционируем его как То есть мы себе изначально Ставили задачу Сделать максимально дешевый Максимально быстрое В изготовлении аппарат В полном комплексе До 400 тысяч стоимость То есть это со всей наземкой Пульты управления Мониторы там Мачты Ретрансляторы Самолет в отличие от коптера Он может летать дольше Выше и дальше Вот эти предметы Которые вот даже здесь находятся Они должны здесь находиться Они должны быть в войсках применяться Не должны быть на складах находиться Потому что сейчас бывает Это копится, копится, копится Нет транспорта, например Нечем везти Потом есть транспорт Наоборот, другая проблема Нечего везти Или вводить те предметы Которые там принц может приобрести То есть не нужно отсюда возить Сейчас тупо там воду Там это все ребята Попритать на свои средства То есть нужно помочь им Тем предметам Которым там Ну невозможно достать Что меня как главу города Сильно продолжает впечатлять Это количество неравнодушных людей Как раз и цель была форма Чтобы мы собрались Обсудили Сегодня здесь нет ни начальников Ни подчиненных Здесь те люди Которые приближают победу Ждут эту победу Но не только ждут Делают все возможное И больше для того Чтобы ее приблизить За это время 83 фуры мы отправили Это 1600 тонн Строительные материалы Все необходимое Питание, медикаменты Аккумулировали Более 2 миллиардов рублей На поддержку СВО И продолжаем эту работу Вы лично спасли На тот момент 9 тысяч человек От голодной смерти И это вот чистейшая правда В Лисичанске Когда мы только заехали Линия боевого столкновения Была 3 километра Люди сидели по подвалу То есть вы все прекрасно понимаете Что привезти туда провизию Там не было воды Не было света Не было газа Не было ничего Они реально сидели по подвалу Потому что город Ну Был Находился постоянно Под обстрелами Врага И вот Первый Конвой Это вот До какой степени Надо быть смелыми Первый конвой Пять Фур Которые мы С Суровичем Проговорили Все заводили туда И я помню Глаза людей Я помню Когда мы Смели организовать Эти пункты И начали людям Раздавать Еду Воду Все И я вот Помню Вот их глаза И поэтому Низкий поклон Сурович вам Еще раз повторюсь Это просто великое дело То что Казань смогла сделать Мы спасли людей От голодной смерти Я честно говорю Всегда это говорил Я там со своей командой Выжил только благодаря Вашей помощи Спасибо вам большое Наша команда Это обычные Гражданские люди Которые до момента Специальной военной операции Не знали что такое Мавик Калиматор Или тепловизиционный прицел Это мы все изучали И узнавали Ну за два с половиной года Абсолютно с нуля С порывом сердца И своей душой Ну как женщины Мы хотели поддержать Наших ребят Парней Решили открыть сбор Гуманитарной помощи В салоне красоты Сначала в одном Потом Это было уже шесть пунктов сбора Учили все по пути Параллельно нас учили офицеры Что такое планка Пикатини То есть мы абсолютно Все наши знания получали с нуля Так длилось примерно полгода Через полгода мы поняли То что надо Понюхать своим носом Увидеть своими глазами Услышать своими ушами И мы приняли решение С нашими девочками Командой Сесть в легковушку И поехать в зону Специальной военной операции То есть мы втроем Три девчонки За фурой Прогрузили мы этот Альпингвест И поехали Заезжали мы через Мариуполь На тот момент Это еще был полуразрушенный город Завод Азовсталь Этот великий, могучий, полуразрушенный Дома разбитые На домах надписи Осторожно, дети Здесь живут люди Не стрелять Глаза пацанов, которые нас встречали Мы напуганные были И они его сестренки, сестренки Так вот и пошло Начали ездить каждый триместр Мы являемся именно теми людьми Кто получает Гуманитарную помощь От вас Спасибо вам всем Низкий поклон На самом деле Буду откровенен Без гуманитарщиков И помощи людей в тылу Было бы намного сложнее Выполнять эти задачи Но Не стоит думать Что солдаты сидят и ждут Когда к ним придет помощь На самом деле Многие На свои деньги покупают И квадрокоптеры И системы связи И налаживают быт Парни, которые получают ранения Часть денег Полученных за ранения Также отдают на помощь Своим сослуживцам В полку нет проблем С амундированием И также базовым снаряжением Министерство обороны Эти потребности закрывает И закрывается своевременно Есть форма на все виды Сезонов По продовольственному обеспечению Могу сказать, что Присутствуют даже Апельсины и красные рыбы Мы получаем То есть проблем никаких нет Но вы сами понимаете Вооруженный конфликт Он переходит Именно по На технологически Высокий уровень И есть множество Технических новинок Которые нужны нам Здесь и сейчас Фонд «Нефис» Существует не так давно В октябре нам исполнится Всего один год Но Работа В данном направлении Наша команда Ведется уже на протяжении Несколько лет Фонд основан Депутатом Государственной думы Букславским Мириком Борисовичем Который занимается Благотворительностью Уже более 20 лет По его инициативе Постоянно оказывается Помощь Малообеспеченным Семьям Социально незащищенным Слоям населения Культурным Образовательным Медицинским учреждениям А с 2014 года Реализуется Комплексная программа Поддержки Донбасса Только с начала СВО Во вновь присоединенной Территории А также Эвакуированным Жителям Было отправлено 34 фуры Комментарной помощи Общим весом Порядка 700 тонн В течение Последнего года Мы Раздавали Комментарные наборы Состоящие из продуктов Первой необходимости И бытовой химии Всем членам Семьи Участников СВО В 22-м году В начале 23-го года Заявка Было бы обеспечение По пище По бытовым То есть Сейчас уже больше Технологические Это спецсредства Рэбы Прицелы Оптика Радиосвязь Ну и естественно Средства передвижения Это полноприводные машины И квадрокоптеры И квадроциклы Стоит отметить Что сейчас Если мы не посеем зернышко То урожай мы снимать не будем Будет последствия 90-х годов Как после 90-х годов Когда никому ничего не нужно Детей надо вкладывать Именно сейчас Можно подойти к этой проблеме Комплексно Не ограничиваясь Только уроками мужества Мы также Организуем отдельные смены В палачных лагерях Республики Готовим детей физически То есть даем знания Топографии Тактики Физически готовим Готовим к прыжкам с парашютом В Куркачах Считаем возможность Расширить этот опыт Но однако В настоящий момент Не хватает инфраструктуры То есть Нет отдельной площадки Где можно совершенствовать Полученные теоретические И практические знания Для ребят Поставить квадрокоптер Или любое новое Техническое решение На вооружение в армию Это сколько лет Должно пройти Причем это касается Не только нашей армии Это касается и армии Соединенных Штатов Америки Это принцип Они давно используют Волонтерское движение Кстати не только Для обеспечения своих войск Но и для проведения Эффективной разведки То есть у них Много разведслужб Выведено в частный сектор Нам тоже к этому Придется прийти То же самое Волонтерских движений Которые занимаются Оснащением войск Почему? Потому что Появляется Какое-то новое Техническое решение Вот все мы видим Разные ролики в Китае Как у них там все Они там все придумывают Да Чтобы упростить свою жизнь И так далее И вот какие-то Технические решения Которые могут помочь В ведении боя В современных условиях Они вот появляются Волонтеры их закупают Привозят сразу в войска Все мы можем это использовать Сколько времени пройдет Когда ты придешь В Министерство обороны Вот посмотрите Какая классная штука Так нам нужно 850 миллионов испытаний 450 испытаний На полигонах И так далее Через 20 лет Поставим на вооружение Конечно я утрирую Но принцип такой Все мы платим налоги Кто-то в упрощенную Системе налогоблажения Кто-то по НДС Если 1% Выделить Из массы Налога В качестве Целенаправленных денег Которые будут Собираться Именно с ВОВ Те фонды Которые будут Либо федеральным центром Либо муниципальными округами Распределяться По темным самым Координационным советам Вы представьте У нас здесь сидят И уважаемые Руководители предприятия Я многих из них Лично знаю Они все тратят Свои личные деньги Но нам налоговые потом Говорят Вы прибыли И с них еще Мы отправили Уже закупили Отдали И забыли про эти деньги Но мы еще потом С этого и налоги платим Вот этот вопрос Для нас Очень принципиальный И если его решить Я думаю Многие Представители бизнеса Гораздо бы охотнее Делились своими Собережениями Именно на цели Поддержание СВО Предложение Простое В республике Есть опыт Хороший Это жилищный фонд 0,1% От оборота Если каждая компания И индивидуальный предприниматель Будет уделять Это свыше 4 миллиардов Распределением этих денег Заняться таким людям Как Аня Артемьева Юрий Суворов Это снимет Многие проблемы Зная своих коллег Выезжая с ними вместе На фронт Я вижу Что рядом со мной Боевые братья Которые Так же Как и Наши ребята На передовой Выполняют задачи Очень серьезные Есть ли возможность Инициативу проявить И Отмечать их наградами Пусть это будет Волонтерская какая-то Медаль Потому что Как правильно Сказал Наш коллега Что это Такие же участники Боевых действий Поэтому наших друзей Коллег Наших соратников Наших боевых братьев Так же Отмечать наградами Если бы была у нас Какая-то Какой-то единый фонд Буферная зона Какое-то Одно что-то Общее Которое помогло бы И нам тоже Закрыть заявки То мы делали бы Работу свою В два раза лучше Эффективнее И быстрее А это значит Что это больше Спасенные в жизни Ребята И скорейшая победа Анна сказала Что необходим Координационный совет Я его полностью Поддерживаю И Надо Не откладывая На потом Собраться Мы поможем Создать Единый сайт Чтобы он Доступный был Чтобы Ну то есть За нами Вот Финансовые вопросы Всех Это все Стоит денег Мы это Обязательно Сделаем Чтобы У вас были Инструменты Достучаться До каждого Выберите Руководителя И Наши двери Будут 24 на 7 Для вас открыты